Мы в ответе за тех, кого приручили. Эти слова из произведения «Маленький принц» знает почти каждый. Чаще всего их можно услышать применимо к собаководам. Взяв под опеку животное, мы фактически возлагаем на себя серьезную ответственность и становимся полноценным родителем. Однако, надо признать, за ребенком многие люди следят все же лучше, чем за собакой. Если человек всегда держит свое чадо за руку на улице или в метро, так почему же с питомцем гуляет без поводка? Этим вопросом ежедневно задается мытищинский кинолог и зоопсихолог Ольга Сысоева. Собака – неразумное существо, у которого отсутствует ответственность за последствия. То есть, если человек что-то делает, он знает зачем. Собачка просто живет. Ответственность превыше всего. Улица на самом деле – это не только птички, солнышко и травка. Улица в первую очередь – это агрессивная среда. Просто вот собака увидела что-то, что ее заинтересовало. И вроде бы она и команду ко мне знала еще вчера. А сегодня произошло что-то не так. И собака куда-то побежала. Она может поднять через дорогу, через куста. Она может схватить осу. Проверять целостность амуниции перед выходом из дома – одна из главных задач ответственного хозяина. Ведь опасность поджидает животное сразу за пределами квартиры. Это лифт. Двери кабины могут замкнуть поводок, оставив вашего любимца снаружи. Трагедия неизбежна. Есть два простых правила. Поводок короткий, собака у ноги. Один хозяин ставит с собакой прямо вот так у лифта. Второй выходит, не фиксируя поводок. Собаки от возбуждения просто сцепляются. Площадь маленькая, разбежаться некуда. Всегда фиксируем собачку рядом с собой. Не надо здесь играть, кто первый, кто второй. Одновременно заходим, все и поехали. Правила нужно соблюдать и при переходе дороги, если вы хотите быть ответственным хозяином, подчеркивает Ольга. Вот наглядный пример того, как категорически запрещено переходить проезжую часть с собакой. Питомец должен знать команду рядом и идти на уровне вашего шага. Даже если с виду дорога кажется безопасной. Прежде чем подойти к тротуару, рулетку, обязательно зацепите на кнопочку, чтобы быть уверенными, что собака не рванет. Что нельзя категорически делать, бежать, возбуждая собаку. Типа быстрей, быстрей, быстрей. Наоборот, подошли к дороге, вот так прям кусочек сунули и начинаем. Рядом посмотрели, никого нет. Рядом ориентируем собачку на себя. Тогда собака не будет скакать перед дорогой. Возвращаясь домой, также важно помнить о благополучии питомца. При входе в подъезд беда может прийти откуда не ждали. Прямо как на этом любительском видео. Когда мы идем с собакой, возвращаемся домой. Из подъезда могут выйти мама с коляской, другой человек с собакой. Поэтому, если вы на веревке, на рулетке и собака маленькая, обязательно щелкните и проверьте, не тянется. Не должна у вас собака вот на такой рулетке улететь в подъезд. Еще один немаловажный момент во время прогулки – это контакт с другими четвероногими. Ольга рекомендует избегать стычек и тем более незнакомой собачьей компании. Стоит взять на улицу лакомство, и игрушки. Показать питомцу, что с хозяином гораздо интереснее. Если эта собачка вам не знакома, и вы кричите издалека «У вас то мальчик или девочка?», собаки начинают уже возбуждаться. И вы потом подходите, и мальчик может укусить девочку, девочка мальчика. Поэтому, если собачка не знакома, во-первых, да, конечно, надо читать язык тела, но о нем никто не знает. Поэтому, что мы лучше сделаем? Избежим. И просто обойдем по дуге, и спокойненько мы разойдемся, поздороваясь только с хозяином. В большинстве случаев причина драк именно хозяин, подчеркивает кинолог. Желание дать питомцу познакомиться со встречной собакой имеет все шансы закончиться в ветлечебнице. Все очень любят понюхаться с другими собаками. Маленькая собака, испугавшись, может гавкнуть и спровоцировать собаку, которая была максимально дружелюбно настроена. Она бежала, виляя хвостом, а малыш от страха сказал гав. А природа сделала свое дело. А еще Ольга не советует забывать о наморднике. Он не должен доставлять дискомфорт, сдавливая пасть или нос. По сути, это такая же нужная амуниция, как ошейник и поводок. Важно помнить, что хозяин для собаки – это весь мир. И только он может сделать реальный мир безопасным для существования. Да, молодец.